привет друзья я рад приветствовать вас на канале капитан герман напоминаю что наш канал о кругосветном путешествии на парусной лодке но это вы уже и так все знаете сегодня у нас новое видео и мы собираемся перед и мы собираемся идти с сан барта на небольшой остров саба остров действительно маленький площадью в 15 квадратных километров находится он под юрисдикцией дач соответственно вы знаете кто это но если нет я написал уже да вы уже знаете вот в общем идти туда совсем недалеко поэтому мы начинаем сейчас наши предстартовые процедуры зачисляем зачетляем тузик лодку готовим для перехода и выдвигаемся на остров саба напоминаю что это остров на котором находится одна из самых коротких в мире взлетных полос и одна из самых опасных но и вам я покажу и также расскажу вам обо всем что с этим островом связано погнали нужно просто собрать все лодки закрепить сегодня не будет большого волнения но как бы я не люблю ходить когда что-то может выпасть или разбиться или упасть поэтому все нужно будет закреплять и меня спрашивали как я тузик поднимаю у меня есть кран балки на кран балках есть вот вы видите веревки все что нужно сделать это просто его закрепить поднять борт ну в общем вот так смотреть первый готов второй готов а теперь нужно вылезти обратно на борт ну далее мы поднимаем гидроборд а теперь задача поднять тузик а тузик поднимается очень просто это вот веревка берется в стопора небольшие усилия такие и короче вот так он и поднимается и точно так же поднимается его передняя часть ну вот где то так далее запускаем мотор проверяем ручку все вперед работает этого достаточно теперь далее снимаем задней швартовой даем малый ход вперед быстро нос снимаем носовой швартов вот мы уже медленно движемся вот буй ну и вот так вот плавненько выходим а где то так это все делает проходя мимо больших кораблей вот таких вот как вот этот нужно брать дистанцию по носу немножечко побольше потому что у них якорная цепь которая не стоят два якоря и они на них вытягиваются назад если они сильно растянут это угол такой что можно в принципе эту цепь телем зацепить поэтому нужно смотреть вот как она уходит под воду то есть соответственно ну так приблизительно на глаз понимать где у них будет точка касания якорной цепи с дном мы сейчас проходим мимо латеральных буев красный на выход идет слева там большие лодка большая стоит спереди спортсайд у нас подводная лодка вот желтенькая мы ее мимо ближе пройдем по старборд на выгрузке стоят большой большие корабли ну сейчас по моему один а было их несколько ну в общем сейчас мы выходим проходим весь канал с латеральными буями и ложимся на курс на уже непосредственно остров сейба ну судя по всему это субмарина никогда не погружается это наверно такая полупогружная потому что сверху у него куча там антенна всяких радаров стоит поэтому я думаю что это просто они могут опускаться можно же вообще просто вот так ходят и там прозрачное одно вино я никогда не ходил не знаю мне честно говоря не очень интересно вот этот большой корабль стоит на выгрузку тропическая пальма а мы сейчас с вами полезем вот во всю вот эту вот кашу и пройдем туда потому что нам нужно идти вот по направлению где-то 90 градусов влево сейчас ветер зашел с юга все корабли стоят а когда заходил я все стояли вот сюда справа камни которая опасная но это национальный парк ну и это почти прямой курс на сейбу вот все веревки собраны совершенно мы готовы идти на сейбу сейчас я выставлю точку посмотрим сколько расстояния до нее так идти мы будем вот сюда город называется столица кстати сейвы город называется ботом то есть дно мы спрашивали где в мире дно посмотрим что это за дно пока как в этом стишке Олег приехал в попу мира а тут ему не говорят что это вовсе не попа а попа там откуда он поэтому посмотрим что это за дно что это за дно на острове сейба и так ладно мы сюда ставим точку нам сюда идти делаем так можем даже в навигационный режим 25 миль скорость текущая четыре с половиной до острова сейбы осталось 13 миль смотрите какая она большая и красивая там наверху в облаках это вулкан ну что подходим вот она сейба если внимательно посмотреть вот сюда здесь есть такой вот мыс там где дома спускаются это аэропорт так проходит взлетная полоса тут одна из самых коротких взлетных полос в мире но самая короткая на карибах это точно остров сейба и еще и самая опасная я думаю метров пятьсот полосы все может даже меньше может четыреста не знаю под тучей начало раздувать у нас скорость красивенько идем мы идем вот так вокруг острова вот туда еще где-то около четырех миль до самого острова две две с половиной и еще где-то полторы потом а тут тучи висят а там идет дождь вот возле аэропорта а туда куда мы идем там будет хорошая погода маленький остров вообще маленький и так погода меняется и так погода настолько отличается с одной и с другой стороны удивительно почему-то не удивлен что на подлете к острову у нас накрыло дождем вот кстати дождь вот там идет такая вот серая пелена он сейчас придет к нам намного пожестче ну вот увидите тут уже все закидало очень не люблю я дожди но почему-то почему-то всегда вот такие кратковременные дожди идут тогда когда ты готов бросить якорь вот уже совсем чуть-чуть и ты все время приходишь в дождь либо в ночь но в какой-то ветер так короче это всегда так с этим не поделать ничего понять принять простить ну вот собственно это все и вылилось там видно остров а его раньше не было видно потому что шли такие это даже не тучи а такие как фронта непонятно откуда оно течет но видно дождь и такое просто серое как даже не облако просто такая серость в небе и оно так проходит проливает зато смылила всю соль с нашей лодки ну что я думаю пришло время позвонить на сейбу и сказать что мы подходим так они работают на 16 и на 11 канале такс сейва весель контроль сейва весель контроль сейлин бот мушу полин дуридми а ну ну не хотят нам осталось идти 3 мили тут радио уже точно работает просто может они его не слушают ну ладно они еще работают на 11 канале выбираем 11 канал сейба весель контроль сейба весель контроль сейлин бот мушу полин дуридми о и тишина ну ладно будем просто заходить и все ну еще чуть-чуть осталось тут очень красивый конечно остров там даже видно какие-то мачты торчат вдалеке ну мне видно облака висят прямо над пиками класс нравится а наверху живут люди интересно им там когда ураганы приходят нормально вообще или не очень ну 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 подходим подходим форт бэй ждет нас чуть-чуть осталось только непонятно как становиться то ли на якорь то ли на буй здесь везде какие-то кучи по поводу установки на якорь может есть какие-то буи но опять таки это будет будет для кого-то велосипеда и что потом уехать куда-то непонятно в берег в общем сложность на сложности будем импровизировать таки я пообщался с харбор офис нужно их вызывать сейба харбор офис тогда они отвечают на 16 просят перейти на 11 канал сказали идти на левую сторону острова это получается у нас западная и там есть какое-то место и нужно найти желтый буй с красной полосочкой или черной полосочкой что-то такое короче тут становиться нельзя потому что вот сейчас мы идем здесь 50 метров глубины а ближе к берегу там 40 поэтому здесь буи стоят на большой глубине и на якорь тут встать вообще никак не получается ну и собственно сам городок тут особо и делать то нечего это даже не городок а просто место где все дайвинговые лодки наверное либо заправляются либо еще что делают непонятно короче двигаемся вот туда я так понимаю что здесь совсем недалеко вот она какая сейба я такие острова очень люблю мне очень нравится ну вот уже рядышком этот якоринг который нам сказали вернее буинг лодки стоят и где-то там есть буи вот сейчас их будем смотреть а вот эти буи на которые о которых нам говорили мне кажется можно найти туда немножко дальше потому что бухта находится вот там мне кажется надо еще туда вперед вот он сейчас будем на него подходить попробую я отснять в общем весь этот процесс как это делается сингл хендер надеюсь что это получится ну отснять во всяком случае с веревкой я уже вариант вам показывал но здесь у буя плавает сбоку маленький мессенджер который можно подхватить багром сейчас будем пробовать если не получится значит традиционным способом которым я это обычно всегда делаю как я вам уже показывал но просто немножечко разнообразия в яхтинг давайте внесем подходим обязательно с подветренной стороны ветер оттуда и так на буй стали есть один маленький момент на буй вообще можно встать здесь есть петелька вот такая можно ее просто одеть на утку и все но я вывешиваю буй так потому что он иногда начинает тарабанить если начинает ну здесь в принципе ветер здесь такого не должно быть но если его вывесить он не будет бить по корпусу потому что иногда на волне подъезжаешь и он начинает тарабанить по корпусу лодки и мешает спать ну вот переход у нас был такой 25 миль процедуру как вот встали на буй как скинули тузик я вам тоже показал теперь нам нужно попасть вот туда нужно только понять что делать с тузиком куда его вытаскивать на берег или там якорь бросить или ну как то его надо привязать короче это сейчас будет еще один челлендж но это всегда так как не приезжаешь в какое-то новое место всегда нужно искать и думать импровизировать то есть нужно иметь ум который работает быстро и не зацикливаться на какую-то конкретную задачу а смотреть по ситуации ну скажем так с выходом на берег здесь полное говнище тузик стоит вот так веревочкой за камень якорем чтобы не уплыл я его вроде так вытащил подальше но как вы видите security level 10 ну обычно в таких местах это безопасно тем более если это остров принадлежит стране Низерланд соответственно сами понимаете что безопасность здесь была должна быть на нормальном уровне вот и узнаем вот этот камушек судя по всему откуда-то вот оттуда упал и тут наверное дорога прекратилась моментально как он упал мило милота да тузик под таким камушком лежит мне не нравится яхта под парусами сюда заходит а здесь вот эта растительность такие кусты я вам говорил что они в основном на тропических островах растут ну собственно мы на тропическом острове и есть вот эти вот интересно далеко ли до города подъем такой тут нормальный я так понимаю что весь остров вверх-вниз вверх-вниз вверх-вверх-вниз тут очень круто пахнет какими-то специями вот так пахнут тропические острова запахи к сожалению я объяснять не умею извините как тяжело идти сюда очень круто очень красиво ну почему же так высоко а и так резко а вот кстати на острове дикие козы они не боятся ничего маленькие маленькие тут уже дорога пошла немножечко поровнее но по этой дороге придется опять идти вверх ужас ну вот наконец я и пришел в этот городок который называется дно с заботом все домики одинаковые такая милота и машины все без номерных знаков вернее есть номера но они такие с картинкой просто без цифр вообще такой милый остров в общем мне так нравится класс все на горах собаки там мини пушка ну вот в итоге сегодня у нас не получилось оформить чекин потому что я пришел в полицию они сказали куда-то идти но уже все закрыто короче завтра сняли ксерокопию из документов то есть квест у нас продолжается а тут пока я нахожусь в ресторане и сейчас будет в итоге стейк который я очень давно не жрал потому что здесь стейки обычно во французских территориях ну такие себе а это нидерланды поэтому здесь наверное со стейками тоже не все шикарно это же не американские территории но тем не менее попробуем сейчас должны принести но говорят они здесь все по-английски наверное и вот такую вот еду мне принесли начинаем жрать утро доброе сейчас у нас время утреннего кофе и я сижу и раздумываю над тем что может быть не останавливаться на Сейбе а уйти дальше туда на Малые Антильские острова и может быть на Сан Винцент может быть на Мартиник потому что ну в принципе мы сюда еще успеем зайти может быть в следующем сезоне может быть еще в этом я думаю что там мы будем вынимать лодку и приводить дно немножечко в порядок поэтому есть у меня такие мысли я сейчас раздумываю если бы здесь было спокойно и хороший ночной сон я бы конечно еще здесь остался но вот смотрите какие видите идут постоянно волны то есть такие волны для якоринга если она идет либо в корму либо в нос ничего страшного никакого значения не имеет но если такие волны идут в бок а здесь лодку разворачивает всю ночь и такие волны ходят то в бок то в другой бок то качка достаточно ощутима потому что лодка болтается сильно я так понимаю что в принципе все северные острова они такие не очень спокойные для якоринга поэтому наверное я уйду сейчас туда на юг ветер такой себе но я думаю что все получится просто чуть чуть больше придется походить может сделать пару галсов потому что будет сейчас ветер дуть с юга а потом будет дуть с востока на запад и при таком ветре мы сможем идти острее но если не получится значит как-нибудь там надо будет поимпровизировать вот ну что утренний кофе и при флай чек а и и и